всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз пришли многоразовые powerbank единственное небольшое количество миллиампер часов все зависит от того какой вы аккумулятор будете использовать по емкости в данном случае используется аккумулятор 12650 так вот у него емкость начинается от 1500 миллиампер часов до 3400 миллиампер и больше не может быть поэтому исходя из этих значений и рассчитывать для каких целей берете данные многоразовые powerbank данные power банки пришли вот в таком виде за исключением как обычно серого пакета доставочного и представляет из себя следующие возвращайте часть денег за покупки в алиэкспресс с кэшбэк-сервисом летишопс это реальные деньги которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона будьте в тренде покупайте с кэшбэком от летишопс ссылка в описании давайте посмотрим что находится внутри пришло все пупырки пришли вот такие два powerbank достаточно дешевые тумы где-то 100 рублей плюс мин 20 рублей с учетом доставки и туда помещается как вы понимаете один аккумулятор типа 18650 данный аккумулятор я взял для одного устройства которое рассмотрим чуть позже а конкретно в следующем видео есть настоящее время я продемонстрирую возможности данного powerbank кстати формула достаточно простая если у нас максимально что может взять данное устройство это 3400 миллиампер часов делите на то устройство которое вы хотите зарядить а именно также на миллиампер часы например на 3000 и делите на коэффициент который учитывает потери в общем с запасом на полтора и в результате вы получаете долю сколько у вас отдаст аккумулятор емкостью 3400 вашему устройству можете на сто процентов будет соответственно в процентном соотношении потому что кпд данных устройств наверняка где-то 65 до 85 процентов там с учетом потери тому подобно как он у вас будет заряжен потому что тоже со времени происходит потери заряда так что из себя представляет данный powerbank по сути он состоит из нескольких частей основная часть это металлический алюминий можно послушать дальше и внутри находится плата и для того чтобы установить сюда непосредственно аккумулятор 18650 единственный недостаток который вот нашел если он сейчас посмотреть поближе видите часть выпирает металлической части розетки так называемые под юсб здесь юсб и обычные микро юсб для того чтобы подзаряжать данный аккумулятор после разрядки ну а сюда вставляете соответственно у вас будет отдача тому устройству зарядку вот данного аккумулятора конструкция достаточно простая да здесь выпирающая часть официальная чтобы она непосредственно входила вот в эту часть но китайцы у нас как всегда не японцы достаточно сложно сюда это все проникнуть то есть придется немножко допилить чтобы у вас устройство непосредственно входило в это отверстие которое здесь присутствует да кстати здесь применяется аккумулятор определенной длины так называемый без защиты если вот например у меня есть аккумулятором то длина их больше 65 миллиметров вот из-за этой вот защиты которая здесь присутствует в нижней и верхней части и если мы сюда пытаемся поставить то у нас как раз вот миллиметра три не хватит чтобы его установить поэтому когда будете приобретать аккумуляторы смотрите да и еще один момент у этих аккумуляторов не должен присутствовать такой вот носик для того чтобы у вас тоже все это поместилось но есть еще один момент сюда устанавливаете закручивать и непосредственно пользуетесь сейчас вам продемонстрирую вот есть вот другой аккумулятор который уже допилен как видите здесь у нас все входит благополучно в отверстие и как результат достаточно просто туда попасть кабелем кстати кабель кабеля наличия нету но благодаря фонарику который шел в виде подарка прекрасно все устанавливается в результате если вы немножко доработаете эту конструкцию за китайцев то в этом случае ну она вставляется конечно но видите они перекошены можно ставить особенно микро usb здесь как результат он допиленный и в результате здесь стоит сейчас аккумулятор на 2600 миллиампер часов у нас даже прекрасно помещается с этим носиком 2600 миллиампер часов он меньше по размеру этого аккумулятора как раз на защиту так меньше и в результате допиленной части не свободно садится с некоторым усилием но все же этот носик можно расположить здесь и давайте сейчас попробуем как это устройство осуществляет заряд для этого используемся кабель и воспользуемся фонариком и вот как видим идет заряд устройство заряжается здесь по моему 50 миллиампер часов в этом фонарике по моему и во время отдачи не знаю видно не видно то usb-a розетка светится синим цветом атаку заряжается данный устройство причем он еще горит и через некоторое время погаснет вот ведь погас и давайте еще один момент проведем как заряжается устройство опять микро и вот здесь мигает красным цветом когда она получит полный заряд мигание прекращается и постоянно горит красным цветом о том что данный пауэрбанк у вас заряжен вот что из себя представляет многоразовый пауэрбанк максимум на 3400 миллиампер часов которые вам сейчас продемонстрировал здесь который необходим либо для каких-то небольших устройств который будет питаться от этого аккумулятора либо как вариант для зарядки либо поддержание некоторого времени вашего устройства смартфона и тому подобное удобно носить ввиду того что небольшой размер и плюс пауэрбанк становится не одноразовым а становится многоразовым я вам продемонстрировал возможности данных чехлов для многоразового пауэрбанка для установки аккумуляторов 18650 каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал и результаты продемонстрировал вашему всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания до свидания